МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Мария Лапчева. Вначале коротко о главных темах последних семи дней. С чего начинается родина? В Люберцах отметили День России. Дождались. В Коренёве после долгого ремонта открылась амбулатория. Опасным насекомым нет. В парках Люберец проводят дезинфекцию от комаров и клещей. Змея подмосковная. Гадюки атакуют жителей области. Юбилей с размахом. В Люберцах отметили День рождения Галины Талалаевой. В Люберцах отметили День России. Торжества прошли по всему городскому округу. Так в Наташинском парке гостей праздника ждали мастер-классы и выставки. Паспорта вручили люберчанам, достигшим возраста 14 лет. Активная молодежь провела флешмоб «Российский триколор». Но центральным событием праздника стало исполнение песни «С чего начинается родина». С Днем России, Юбильцы! Торжества по случаю государственного праздника Дня России в городском округе Люберцы прошли на 38 площадках. Центральным местом гуляний стал парк «Наташинские пруды». Это, безусловно, самый главный праздник в нашей стране. Мы отмечаем такое великое событие, которое происходит уже много лет. Изначально сформирование нашего государства – это всегда был праздник, который мы продолжаем. С Днем России! В Наташинском парке многочисленных гостей ждали различные выставки и мастер-классы для больших и маленьких люберчан. Своими руками можно было сделать сердце в цветах триколора и праздничные открытки. Среди многочисленных организаций, которые в этот великий день проводят мастер-классы в Наташинском парке – Центр социальной адаптации и профориентации. Девочки, а что вы сегодня здесь делаете? Я смотрю, люберчанки все красивые будут сегодня. Мы плетем косы люберчанкам всем, кто хотят, делаем их красивыми. Абсолютно бесплатно? Да, конечно. Все абсолютно бесплатно. А что еще? Какие запросы у люберчанок? Люберчанки хотят особые вечерние прически, и мы им это делаем. Многие подходят, спрашивают. Люберецкая станция юных техников представила выставку моделей кораблей, тех самых, чтобы раздять просторы океана под российским флагом. Тут же рядом еще один экспонат, которым может гордиться российский военно-промышленный комплекс – вездеход. Вот на таком вездеходе, кстати, перемещался по земле Франца Иосифа Владимир Путин во время экологического форума в Арктике. Эта машина, которую делают у нас в Люберецком округе, способна пройти по грязи, мелким водоемам, по льду, песку и при этом не повредить поверхность земли. А недавно эти люберецкие вездеходы приняли участие в экспедиции Министерства обороны Российской Федерации. Арктика-2017. Цель экспедиции заключалась в том, чтобы пройти по льдам до острова Котельный. Это новая военная база. Машины наши справились успешно. Поломок не было. Проехали больше 1800 километров. Ни торосы, ничто не остановило. Ни морозы. В этот торжественный день люберчане не только празднуют, но и занимаются любимым делом. К примеру, здесь воспитанники Люберецкой художественной школы творят и занимаются искусством. Я рисую пейзаж наших люберец, которые являются частью нашей страны, день которой мы сегодня празднуем. Что тебе нравится именно в Наташинских прудах? Тут очень красиво. Деревья, беседки, лодочный причал. Этот праздник по-настоящему объединил всех жителей, всех, кто любит свою родину. Праздновали День России в Люберцах представители разных организаций, студенты Люберецкого техникума исполнили свой девиз. Наши люберцы! Город мечтателей! Мы! Истории продолжатели! Мы! Едины и в том наша сила! Как догадаем прославим Россию! Мы! Молодежь 21 века! Мы! Превозносим себе человека! Мы! Дети огромной, могучей страны! России и Люберцам будем верны! На главной сцене в Наташинском парке поздравил жителей с Днем России глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий. Мы любим нашу страну. Каждый из нас любит свою семью, своих друзей, своих близких. Вот эта любовь, она выражается в огромную страну, в державу Россию. Перед многочисленной публикой глава торжественно поздравил с Днем бракосочетания влюбленную пару люберчан, которые решили создать семью именно 12 июня, а также подарил подарки молодым родителям и вручил паспорта 10 юным люберчанам. Лера прямо из рук главы сегодня получила свой первый такой важный документ. Расскажи, как твои впечатления? Не, ну, конечно, это безумно волнительно и приятно, ведь не каждому удается получить свой первый паспорт из рук главы и в такой торжественной обстановке, в такой великий праздник. Яркие выступления артистов. Песни, танцы и молодежный флешмоб. Сотни рук растянули российский триколор, объединив тем самым всех люберчан, которые решили отпраздновать этот праздник со своим городом. Россия для нас – это наш дом. И если все мы будем вспоминать об этом, то тогда мы, наверное, будем жить счастливо. У кого-то есть ассоциация России с медведями, да? А у меня, наверное, это русские народные песни, прежде всего, в которых очень много сказано про нашу Россию, про наш народ. Какой же праздник без угощения? Люберецкий хлебокомбинат испек для люберчан особый торт в цветах российского флага. Вишневые угощения размером полтора метра на метр кондитеры приготовили специально в День России уже во второй раз. А еще было мороженое. Ровно тысячу порций крем-брюле съели маленькие и большие жители городского округа Люберце. А потом отправились болеть за участников турнира по тайскому боксу. Им по пять лет, и у них все серьезно. Строгие указания тренера, боксерские перчатки, шлемы противник, которому нужно показать все мастерство, храбрость и силу удара. А вот взрослые любители спорта в День России могли сдать нормативы ГТО, за что получили сертификаты, медали и призы. Кроме того, несколько сотен детей и их родителей в течение дня успели поучаствовать в веселых стартах и других состязаниях. Разыгрывается три места стандартно, как и в Ампиаде, золотые, серебряные и бронзовые. Но всех участников мы поощряем также еще призами, то есть очень много конкурсов, гиря, подтягивания, отжимания, пресс. Ну и для детей, соответственно, у нас боулинг, летние лыжи и карусель. Насколько спортивные люберцы, настолько же спортивные и местные власти. В этот день на искусственном поле торпеда состоялся футбольный матч между командами администрации и Совета депутатов. Ну, во-первых, сплощение коллектива нашего трудового, как депутатского корпуса, так и руководителя администрации. Ну, прежде всего, это здоровье и здоровый образ жизни. Матч открыл капитан команды администрации Владимир Ружицкий. И соперничество между игроками началось сразу же после первого свистка. Ведь в составе обеих команд, как просто любители футбола, так и те, кто посвятил спорту всю свою жизнь. У администрации боксер в прошлом Владимир Сурков. У депутатов Павел Софьин, участник Олимпийских игр, метатель ядра. И не только. Ну, я являюсь председателем депутатской комиссии по спорту. Но, конечно, председателю положено быть впереди планеты всей. Ну, во-первых, мне самому это интересно. Ну, потому что это командная игра. Наверное, ничто так не объединяет, как игра в футбол. Первый гол влетел в ворота администрации. Вячеслав Калинин ловко обошел вратаря противников. Ответного удара по воротам не пришлось долго ждать. Счет сравнял Владимир Ружицкий. Я забил, потому что игроки, с кем мы играли, они нормально пасуют, нормально пас отдают, нормально играют, нормально играют в нападении. Мне посчастливилось, мне дали пас, я забил. Командой сыграли два тайма по 20 минут. В бой рвались и все те, кто ожидал на скамейке запасных. Игроки до последнего отстаивали честь своих товарищей и заряжались на победу. Спортивные люберцы, спорт – наше все. И, как сказал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в программе «Наша Подмосковья», важный элемент развития личности – это спортивные достижения этой личности. Спасибо, товарищи. Слава России! Ура! В нешуточной борьбе победу в матче одержала команда Совета депутатов. Счет игры 8-2. Но в этом случае уж точно победила дружба. Наталья Григорьева, Анна Троян, Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. В преддверии дня медицинского работника в Кореневе после продолжительного ремонта открылась амбулатория. В ней можно получить первичную помощь терапевта и педиатра, сдать анализы и пройти процедуры. Этого события с нетерпением ждали все местные жители. Ведь раньше, чтобы получить медицинские услуги, им приходилось ездить в соседние населенные пункты. Этого дня с нетерпением ждали все жители Коренева. Ремонт амбулатории затянулся на целых полтора года. Все это время кореневцы получали медпомощь в соседнем Краскове. Но теперь это позади. Одно дело мне спуститься с пятого этажа и подойти. И получить то, что мне в данный момент необходимо. Ну, в смысле, медицинскую помощь. Или мне надо собраться, одеться, ждать автобуса, маршрутку, приехать, там очередь. Конечно, много мы писали жалобы, что у нас необходимая амбулатория. В итоге власти услышали крик помощи от кореневцев, нашли инвесторов, небюджетные источники, подключились и люберецкие депутаты. На торжественном открытии жители поблагодарили тех, кто помог в этом добром деле. Своё почтение выразил им и глава городского округа Люберцы Владимир Лужицкий. Мы сообща, это помещение привели в порядок, отремонтировали, насытили самым необходимым инвентарем, что сегодня здесь есть. Поэтому общими усилиями, без копейки бюджетных денег, здесь было неприглядное помещение, без ремонта, обшарпанное помещение, отвалившаяся штукатурка, старый кафель. Всё это заменено сегодня. Теперь Коренёвская амбулатория – это современное взрослое детское отделение, в котором могут получить первую медицинскую помощь до 10 тысяч человек. Здесь жители смогут сдать анализы и пройти необходимые процедуры, а персонал будет работать в две смены. Два участкового врача, два педиатра, процедурная сестра, значит, раз, два, по-моему, шесть медицинских сестёр в детском отделении и во взрослом. Сейчас сотрудники амбулатории ждут получения лицензии. Своих первых пациентов медучреждение сможет принять уже в середине июля. Мария Лапыч, Ивана Трояна, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Прошло выездное заседание Комиссии Общественной палаты Московской области по открытости власти и борьбе с коррупцией. В рамках мероприятия члены комиссии посетили парк в Малаховке и обсудили вопросы его развития. Поводом для приезда в Малаховку целой делегацией общественных деятелей и чиновников стало письмо жителей, в котором они рассказали о состоянии местного парка. Попало оно в руки Романа Бабаяна, известного телеведущего и члена Общественной палаты Московской области. Я когда читал это письмо, я понял, что это абсолютно искренне, у людей нет желания очернить власть местную, ничего подобного. То есть там все расписано было обычным простым человеческим языком. Дело в том, что на территории Малаховского парка сохранился фундамент известного в 20 веке на всю Россию летнего театра. Тогда благодаря этому театру Малаховка слыла центром светской жизни. Сегодня вместе с его останками парковую зону включили в список объектов культурного наследия. На сцене летнего Малаховского театра выступал сам Шаляпин. Здесь дебютировала Фаина Раневская. Ее роль была совсем без слов, но в конце спектакля актриса разрыдалась. Крик души сегодняшних малаховских жителей вряд ли относится к драматическим страстям. Они всего лишь хотят, чтобы территорию парка привели в порядок. Детская площадка, несколько спортивных, дорожки, лавочки, эстрада для праздничных мероприятий. Кажется, что все в парке есть, только вот все требует реконструкции. Позади вас так называемое футбольное поле. Это бывшая танцплощадка. Там лежат плиты. Дети играют там в футбол. В одни ворота. Вот можно на плитах играть в футбол? Нельзя. Наверное, нет, да? Но нельзя же это называть культурным наследием. И нельзя же здесь ничего не делать. В ходе выездного заседания стало понятно, что статус объекта культурного наследия как раз и мешал благоустроить парк. Только в 2017 году от Министерства культуры пришла бумага с заданием на проведение работ. В настоящее время сложности касаются структурных изменений в администрации Малаховки в связи с преобразованием Люберецкого района в городской округ. При объединении района в городской округ будет оптимизация всех денежных средств финансовых. И мы уже наметили пути, чтобы отработать и профинансировать проектные работы. И, соответственно, мы просто обязаны будем войти в программу парка под Москвой губернатора. Попасть в программу реконструкции парков и получить финансирование реально. Главное правильно подготовить все документы, сообщил первый заместитель министра культуры Московской области. Сегодня с коллегами отработали дорожную карту фактически здесь, на площадке. Администрация округа должна сделать проект, учитывая то, что это место является объектом культурного наследия. Обсудить его с жителями. И после этого мы готовы рассматривать все документы по включению в госпрограмму культура Подмосковья. Но, к сожалению, на участие в программе уже можно рассчитывать не раньше, чем в 2019 году. Поэтому было решено начинать приводить парк в порядок своими силами. Договорились о том, что все будут в тесном взаимодействии. Мы будем следить за всем этим процессом, потому что если уж мы взялись за это дело, то мы до конца это не знаем. Во главе с Романом Бабаяном комиссия общественной палаты Московской области по открытости власти и борьбе с коррупцией приедет снова в Малаховский парк через три месяца, чтобы проверить, начались ли работы. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа Люберцы провели круглый стол по вопросам общественного транспорта и организации парковочного пространства. В нем приняли участие жители, представители администрации и компаний-перевозчиков. В ходе заседания участники круглого стола обсудили предстоящие работы по оптимизации движения общественного транспорта. А также заслушали проекты организации парковочного пространства на проспекте Победы и новых микрорайонов Люберцы-2015 и Люберцы-2016. Седьмой, восьмой микрорайон. Это первое. И второе – это самолет. Что там, что там. Настроено жилье. Парковочного пространства, соответственно, у нас там не хватает. Было принято решение в срок до 1 июля утвердить план работ по организации парковочного пространства на проспекте Победы. Компания «Самолет Девелопмент» в срок до 15 августа обязуется организовать бесплатную парковку на 100 мест на улице Вертолетная. Также было принято решение ограничить стоянки в рабочие часы. Ночью машины стоят, люди приехали, машины стоят. Утром, там определимся, с 8 утра до 19, машин там не должно быть. Это связано с тем, что мы должны приводить территорию в порядок. Люберчане высказали свои замечания и пожелания по работе автобусов, маршруток и остановок общественного транспорта. Маршрут должен быть регулярный. И он должен быть соизмерим с какими-то другими вещами. Пешая доступность. Можно и до Выхина пешком дойти. Вопрос времени. Если ждать маршрут, если 501 будет ходить раз в 4 часа, значит все пойдут пешком до Выхина. Но, слава богу, он пока ходит чаще. А «семерка» ходит ровно столько же, сколько идти пешком. На совещании обсудили варианты решения проблем с перевозкой пассажиров по маршрутам 501, 870 и 31Б. В любом случае, все, что будет происходить по общественному транспорту, мы просто сейчас такое время живем, оно будет происходить, исходя, конечно, и определенных экономических возможностей предприятий, которые обслуживают наш городской округ. Эдуард Зикалов предложил люберчанам создать единую группу в любой соцсети, где горожане смогут оперативно сообщать властям округа о проблемах с транспортом и парковками. По итогам совещания было принято решение провести мониторинг работы общественного транспорта и создать рабочую группу с участием жителей городского округа Люберцы. Екатерина Скрижалина, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается ремонт подъездов. К октябрю планируется обновить 1298 объектов. На это потратят 225 миллионов рублей. В ходе ремонта рабочие меняют почтовые ящики, межэтажные двери, щитки, красят стены и ставят доводчики. Основной подрядной организацией выступает ОАО «ЛГЖТ». Этим летом дворный юбилейный преобразился до неузнаваемости. Красочные домики, игрушечные машины, карусели, тренажеры и спортивная коробка, в которой можно поиграть в хоккей, футбол и баскетбол. Сложно поверить, что совсем недавно на этом месте был только пустырь. Мы так переживали, что такое. А сейчас, ну, просто вот, то, что построили, очень-очень красиво. И, ну, мы такие в восхищении ходим, все радуемся. Очень понравилась площадка вот как раз для хоккея и футбола. Все наши мужчины проверили, взрослые. Качество новой современной площадки проверили как жители возрасте, так и маленькие люберчане. В восторге остался и глава Владимир Ужицкий. Полностью этот двор будет благоустроен уже в конце августа. Пока здесь не хватает некоторых элементов. Осталось навести некий лоск. Ну, поставить ограждение, сделать освещение, сделать видеокамеру. Потому что мы все площадки пытаемся завести в систему «Безопасный город». Потому что, ну, чтобы не было вандализма. Это, если хотите, евростандарт. Это красиво, это достойно, это уютно. И таким пацанам просто, я думаю, это все будет на радость. Кроме того, в скором времени здесь же обустроят порядка 15 новых парковочных мест и пешеходные дорожки. А также установят информационные стенды. Только в этом году такое благоустройство коснется 69 дворов городского округа. На сегодняшний день уже 57 из них готовы. В настоящее время ведется работа с административно-техническим надзором, которые непосредственно принимают работы, в первую очередь, чтобы площадки были не травмоопасно установлены, и чтобы все элементы соответствовали нормативам законодательства. Еще одна немаловажная тема выездного совещания – ремонт подъездов. Там же на юбилейной для главы провели небольшую экскурсию, где уже произвелись эти работы. В частности, там сделали отделку лестничных площадок. Частично произвели замену плитки и тамбурных дверей. Порядок навели и со слаботочной проводкой. А там, где необходимо, установили пандусы. Чем хороша работа по ремонту подъездов, она не зависит от погоды. Там можно работать в любую погоду. Планируем эту работу завершить, по крайней мере, до 1 сентября. Всего в городском округе Люберца запланировано отремонтировать почти 1300 входных групп. На сегодняшний день эти работы выполнены на 40% объектов. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТА. И в продолжении темы. В рамках капитального ремонта подъезда в доме 24А по улице Гоголя заменили окна, почтовые ящики, осветительные приборы, покрасили стены. Работы выполнены в рамках губернаторской программы софинансирования ремонта 32 тысяч подъездов в Московской области. Всего до конца года в Тамиле не будут отремонтированы 124 подъезда. Роза Борисовна живет в доме 24А по улице Гоголя уже больше полувека. За чистотой подъезда следит строго, но считает, что никакая опрятность не будет в радость, если из окон дует, а краска облупилась. Ремонт, который был закончен месяц назад, порадовал всех жителей этого дома. Пожилым людям и молодым мамам с новым крыльцом удобнее заходить в подъезд. Окна теперь пластиковые, а стены и перила покрыты свежей краской. А как вам ремонт? Понравился. Ремонт хороший. Молодцы. Спасибо. Дай Бог им здоровья. Вы скажите, что сделали конкретно? Они покрасили перила, и стены, и окна. Все как положено. Нормальный ремонт, я считаю. Ремонт подъездов в Томилино проводят в рамках губернаторской программы софинансирования ремонта 32 тысяч подъездов в Московской области. В поселке к концу года отремонтируют 124 подъезда. Уже сделано 34, а к 20 июня обновят еще 15 подъездов. На данный момент выполнен ремонт в 34 подъездах. Значит, в работе сейчас находятся 15 подъездов. Помимо обязательной программы ремонтных работ, учитывалась специфика состояния каждого подъезда по отдельности. Значит, основные работы, которые проведутся в ремонте, они отправляются до начала соответственного ремонта, да, и могут быть, ну, отражаются эффектные ведомости. Ну, еще там могут быть включены освещение внутриподъездное, прокраску стен, конечно, мы не будем, ну, это естественно. Замена почтовых ящиков, приведение в порядок входной группы. Ну, то, что нужно сделать в подъезде, то оно, в общем-то, и делается, да, ну, значит, по мере необходимости. В первом подъезде дома 24А по улице Гоголя также привели ревизию осветительных приборов, выполнили ремонт входных групп и починили крыльцом. – Давно живете в доме? – Седьмой год. – Как вам ремонт подъезда? – Очень хорошо, спасибо. – Очень хорошо. – Понравилось? – Да. – Краска повеселее стала, цвет поприятнее, да. – Стало чисто, а приятнее? – Да, да, чисто, а приятнее, веселее. – Мне понравилось, очень хорошо сделали вот эти приступочки, ой, прям. А то заходили прямо аж, извините за выражение, корячились. – Да, да, да. – Особенно я с больными ногами прям мучилась. А сейчас, понимаете, какая красотичка-то, ой, да дай Бог здоровью им, прям всем. Любовь Горчакова, Андрей Скрипкин, Томилина ТВ. Роуд-шоу премии «Наша Подмосковья» провели в Люберцах. В рамках мероприятия была организована встреча с жителями. Им рассказали про премию «Наша Подмосковья», а также объяснили, как заполнить заявку на сайте нашеподмосковья.рф. В этом году в условиях соискания премии «Наша Подмосковья» произошел ряд изменений. К примеру, каждый участник сможет зарегистрировать только один проект в обязательном порядке в течение двух месяцев презентовать его. Кроме того, работы номинантов поддаются по четырем основным категориям. Они определяются по количеству членов инициативной группы, вовлеченной в реализацию проекта. Об этих и других нюансах представители общественной палаты Московской области рассказали жителям Люберец, которые участвуют в премии «Нашей Подмосковья-2017». Могут подавать только жители Московской области, постоянно зарегистрированы. Либо у них должна быть временная регистрация в течение шести месяцев на территории Московской области. В инициативной группе могут быть жители других регионов. Но они должны эту деятельность осуществлять только на территории Московской области. Среди люберчан, которые пришли на встречу, можно было встретить лауреатов предыдущих премий. Они поделились опытом с теми, кто впервые участвует в масштабном мероприятии. Например, среди новичков активисты из Томилина. Их проект «Дед, я тебя помню» уникален. На сегодняшний день аналогов такому знамени, на котором вышито более тысячи имен героев Великой Отечественной войны, нет во всем мире. Впервые 25-метровое народное творчество было продемонстрировано на праздничном параде 9 мая. После Дня Победы уже дошито еще шесть рядов. То есть к следующему году наше знамя будет продолжать увеличиваться. Люди продолжают приносить своих бойцов и регистрироваться. Здесь есть участники из Канады, есть из Парижа. Сейчас они проживают за рубежом, но их деды именно были кренными томилинцами. Кстати, томилинское знамя уже перешагнуло за границы поселка. Из других городов, а в том числе и из Москвы, поступает большое количество пожеланий вековечить имена родственников фронтовиков. Организаторы проекта не отказывают никому, ведь это общее народное знамя и общая народная победа. Вот это знамя, оно сплотило людей очень разных национальностей. Тут абсолютно все народности Советского Союза, они опять вместе, как в те старые добрые времена. Как показывает практика, таких неравнодушных и активных жителей в Люберцах много. По количеству поданных заявок округ традиционно занимает лидирующие позиции. На сегодняшний день около 700 жителей зарегистрировали свои проекты. А для тех, кто пока задумывается об участии в ежегодной губернаторской премии, есть еще время. Заявки принимаются до 24 июня включительно. Куиза и Геазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. К другим новостям. Житель Кратова, 50-летний Игорь Зинков, устроил массовый расстрел прохожих из окна своего дома. Погибли 4 человека. Вооруженный огнестрельным оружием и самодельными гранатами мужчина оказал сопротивление силовикам, после чего скрылся в лесополосе. Спецоперация продолжалась около 7 часов. Ночью стрелок был ликвидирован силами МВД и Росгвардии. Когда к месту ЧП прибыли сотрудники полиции и бойцы Росгвардии, преступника блокировали. На протяжении нескольких часов мужчина отстреливался и бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, в результате которых пострадали 4 спецназовца. Во время перестрелки загорелась крыша дома, где находился мужчина. Спустя час все строение сгорело. После полуночи стрелка удалось ликвидировать. Возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям. Незаконный оборот оружия, убийство и посекательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что причиной такого поведения стрелка мог стать конфликт с соседями. По решению руководства Главного управления МВД России по Московской области, сотрудники, принимавшие участие в спецоперации, будут представлены к ведомственным наградам за высокий профессионализм и слаженность действий. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Сократить количество нарушений в сфере ЖКХ. Такую цель поставили перед собой члены общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое в ходе прошедшего заседания. Поводом для обсуждения стало большое количество жалоб от жителей, чьё имущество порой страдает после того, как над ним поработали недобросовестные подрядные организации. На территории городского округа Люберцы расположены порядка 10 крупных коммунальных предприятий, 80 котельных, порядка 30 электроподстанций и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства. О том, как ведётся работа по контролю за этой сферой, членам общественного совета при МВД России Люберецкое рассказал сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Хочу сразу рассказать о том, что с точки зрения обывателя, если управляющая компания не отвечает на какие-либо вопросы, либо ненадлежащим образом эксплуатирует жилой фонд, как они считают, то это является поводом обращения в полицию. Количество обращений граждан в полицию, наверное, можно сравнить разве что с обращениями в добродел. Однако, пояснил сотрудник ОБЭП, многие обращения адресуются неправильно. В первую очередь необходимо писать и звонить в госжилинспекцию, которая уже является экспертом по проверке для ОБЭП. В ходе беседы члены общественного совета при МВД России Люберецкое подняли вопрос нелегального использования подсобных помещений в многоквартирных домах, дворницких или кладовых. Давались данным управляющим компаниям указания на недопущение, либо принятие общим собранием решения, что данное помещение может быть использовано. В случае выявления фактов размещения коммерческих организаций, в течение недели данные организации съезжали, либо было решение собственников о том, что они согласны с размещением в данном помещении той или иной организации с определенной арендной платой. Суровое наказание тех, кто не исполняет свои обязанности в сфере ЖКХ, это не цель сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В первую очередь они ведут профилактическую работу и только потом прибегают к отстранению от обязанностей, закрытию лицензий и уголовным наказаниям. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Люберецкие спасатели заняли первое место на чемпионате России, сообщает сайт Инфолюберт со ссылкой на начальника пожарно-спасательной части номер 323 Олега Гречаника. Наши спасатели стали лучшей командой МЧС по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. На базе полигона Ногинского центра МЧС России в рамках 10-го международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2017» биберецкая команда спасателей заняла первое место. Всего в мероприятии приняли участие 7 команд со всех уголков России. Я благодарю вас за волю, упорство, которое вы показали в сегодняшней борьбе. Ну и хочу поздравить с награждением тех, кто победил. Каждая команда состояла из 4-х человек. Спасателям был представлен поврежденный легковой автомобиль с условно пострадавшими в ДТП. Задачей команды входили разблокировка закрытых дверей автомобиля, демонтаж крыши в местах, отмеченных краской, без повреждения дверей. Кроме того, спасатели оказывали первую помощь условно пострадавшим. Люберецкая команда справилась с заданием за 13 минут 14 секунд, опередив соперников на целых 5 минут. В чрезвычайной ситуации время играет ключевую роль. Глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий на еженедельном оперативном совещании торжественно вручил кубок и теплом команде люберецких спасателей. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. В парках Люберец проводят дезинфекцию от клещей и комаров. Такая обработка проходит ежегодно раз в сезон. Наташинский парк уже в безопасности, теперь очередь за центральным парком. В Центральном парке культуры и отдыха дезинфекция от комаров и клещей начнётся с наступлением хорошей погоды. В дождь обработка не проводится. В день, когда её проведут, жителям желательно ограничить посещение парка в целях безопасности. Заранее посетим на сайте, на нашем парк культуры, в соцсетях, когда будет проведена обработка, ну как бы и в это время желательно воздержаться от прогулки по парку. Дезинфекция охватит практически весь центральный парк, включая лесную зону. И уж после такой обработки люберчанам точно не стоит бояться укусов насекомых. После процедуры специалисты проверяют её качество. Она производится каждый год, это по весне. Предназначена для того, чтобы, прежде всего, для нашего здоровья, для здоровья люберчан, чтобы вот эти клещи не покусали. Ну и, соответственно, было приятно находиться на территории парка. В Наташинском парке дезинфекция уже прошла. Там от клещей и комаров обработали ещё и пруд. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Дачники Московской области жалуются на высокую в этом году численность гадюк. По сообщениям информационных агентств, самые змеиные места расположены в восточной части региона. А вот как часто можно встретить опасное присмыкающееся в городском округе Люберце, узнавала наша съёмочная группа. Нет, я здесь на сентябре месяца живу. Мы не встречали ни одной гадюки. Как она выглядит, даже не представляю. Здесь только на картинке. Действительно, змеи здесь достаточно редкое явление. Встретить рептилию можно разве что в лесу. Но и владельцам дачных участков стоит быть поосторожнее. Несмотря на то, что гадюки всю свою жизнь проводят на одной и той же территории, в критических ситуациях они способны покинуть постоянное место обитания. Происходит очень бурная деятельность в наших лесах. Это производятся санитарные рубки, рубки ухода производятся. Из-за этого это животное начинает приближаться к людям. По словам Лесничева, незваных гостей чаще всего можно встретить на территориях Подмосковья, богатых торфяными болотами. Таких, к примеру, как Шатурский район. А что касается городского округа Люберцы, то ввиду того, что он более промышленный и густонаселённый, гадюки здесь встречаются редко. Существует мнение, что в основном гадюки обитают на дачных участках. Тем самым спасаясь от диких животных. Но на самом деле главным врагом змей является сам человек. Гадюка занесена в Красную книгу Московской области, поэтому убийство рептилий считается преступлением. За него предусмотрена административная ответственность. А вообще вступать в борьбу со змеями не стоит ради собственной безопасности. Ведь, как правило, они никогда не нападают первыми. Если же встреча с гадюкой не прошла бесследно, стоит немедленно обратиться к врачу. Укус рептилий, конечно, не приводит к летальному исходу, но может нанести серьёзный ущерб здоровью. Нужно что делать? Успокоиться, попробовать занять лежащее положение, обездвиживать укушенную конечность и вызвать скорую помощь. Можно пытаться выдавить в месте укуса яд или отсосать, положить туда холодные примочки, лёд. А уже медики, в свою очередь, предпримут дальнейшие действия. Как правило, таких пациентов госпитализируют в травматологическое отделение. Пострадавшему от укуса змеи вводят обезболивающие антигистаминные препараты. В этом году за помощью к Люберецким медикам уже обратился один человек. Луизия Егия Зарян, Дмитрий Родянко, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. 8 июля в День семьи, любви и верности в городском округе Люберцы в парках культуры и отдыха пройдёт парад молодожёнов. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкой администрации, цитируя главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Для участия в параде молодожёнов необходимо найти свои свадебные наряды. Кроме того, как и полагается в День бракосочетания, нужно пригласить своих друзей. Но уже на праздник в парк через социальную сеть ВКонтакте. Сделать репост записи о шествии. Поучаствовать в проекте могут все семейные пары округа. Как молодые, так и те, кому впору отмечать золотую свадьбу. Гостей праздника ждёт не только шествие, но и выступление артистов, шоу-программа и конкурсы. Партнёры и спонсоры парада молодожёнов предоставят участникам подарки, проведут мастер-классы и фотосессию. Победителей ждёт главный приз, который пока держится в тайне. В этом году праздник пройдёт уже во второй раз. В 2016-м в параде молодожёнов приняли участие 18 пар. Анна Троян, телеканал ЛРТ. В Москве прошло мероприятие «День духовного управления мусульман». Гостям рассказали о деятельности мусульманских общин Подмосковья и показали яркую культурную программу. Подробности у Яны Яковлевой. Амина Хаджиева выступает на сцене уже не первый год. Она занималась в мусульманском хоре и очень любит петь песни, посвящённые религиозным праздникам. Особенно, если это Рамадан. Мне он очень нравится. Это для меня самый хороший праздник. В этом году с 27 мая по 25 июня у мусульман всего мира священный месяц Рамадан. Строгий пост, время молитв, духовного очищения и раздумий. Мусульмане, как мы знаем, во время священного месяца Рамадан соблюдают пост. И от рассвета до захода они не вкушают ни еды, ни питья. Но после захода солнца они как сами вкушают, так и приглашают на трапезы разговения всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Уже пять лет подряд на территории культурно-просветительского проекта «Шатёр Рамадана» проходит День Духовного управления мусульман Московской области. Во время этого мероприятия рассказывают о деятельности мусульманских общин Подмосковья, о традициях и культурах мусульманских народов, укрепляют дружеские отношения. На этот раз на сцене «Шатра Рамадана» прочитали историю появления мусульманства на подмосковных землях. Торжественно вручили награды и грамоты религиозным и общественным деятелям, журналистам и волонтёрам. На мероприятие были приглашены депутаты, члены общественной палаты и правительства Московской области. Я желаю каждому из вас найти свой путь с честью выдержать этот сложный, но священный месяц. Я сегодня с удовольствием и с большой радостью приветствую вас всех от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва, от имени правительства Московской области. И мне, безусловно, очень радостно здесь находиться и видеть вас всех, и разделить после наступления обязательного времени со всеми вами эту замечательную трапезу. И вот звучит дуа, молитва, которую произносят мусульмане перед вечерним приёмом пищи в Рамадан. И наступает ифтар – разговение. Время вечернего приёма пищи, которую здесь разделят с многочисленными гостями во славу дружбы народов. Если все будут дружить, я даже не знаю, что будет, но будет очень хорошо. Я об этом мечтаю даже. В дружбе народов, сила России, нашей великой, прекрасной страны. Вместе мы слава, вместе мы сила. По-одиночке все мы слабы. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В Москве прошёл первый всероссийский конкурс патриотической песни и хореографического искусства «Молодые таланты Отечества». Его цель – это поиск талантливых детей, воспитание художественного вкуса и духовно-нравственных ценностей у молодёжи. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня России. Более трёхсот участников из тридцати девяти регионов принимал на протяжении нескольких дней Дом учёных Российской Академии Наук. Тут, в Большом концертном зале, собирали таланты со всей страны. На сцене изображение ордена Святого Александра Невского за труды и Отечество. То, что один из главных государственных праздников – День России, отмечают именно 12 июня, в день рождения Великого Князя. Организаторы конкурса «Молодые таланты Отечества» не считают совпадением. Это чрезвычайно важно, потому что нам нужно растить людей не Иванов, не помнящих, а людей, которые знают историю своей страны. Это очень важно. И вот этот конкурс, он даёт понимание, как любить Россию. После торжественного внесения знамени и исполнения гимна Российской Федерации, финалистов конкурса «Молодые таланты Отечества» поздравляет последний маршал Советского Союза Михаил Моисеев. Главная номинация – это во имя служения нашей Матушки Родине, нашей России, нашей Отчизне. Ведь 12-го – это наш государственный день, государственный праздник. Вручал награды лучшим исполнителям патриотической песни и лучшим танцевальным коллективам народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров. Судьбу юных дарования решали в составе жюри именитые деятели культуры. У этого конкурса обязательно будет большое будущее. Потому что то, что мы увидели детей на конкурсе – это те счастливые дети, которые занимаются хореографией. А хореография или балетное искусство – это искусство необыкновенно красивое. Также на фестивале-конкурсе состоялось торжественное награждение орденом Святого Александра Невского. Лауреатами стали ученые и работники Государственной гражданской службы. Служите России, Иисусе, но тебе и мне. Служите Россию, и ведь в стране. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Почетный гражданин Люберецкого района, член Союза журналистов России, поэт и художник, прекрасная мама и бабушка Галина Талалаева в честь своего дня рождения открыла выставку своих картин и рассказала о готовящейся сборнике стихов. Торжество состоялось в Люберецкой библиотеке имени Есенина. Поздравить именинницу собрались коллеги-журналисты, ученики и депутаты городского округа Люберца. Она не любит, когда ей желают здоровья на день рождения. На вопрос, сколько лет исполняется, всегда отвечает 30. Юбилей Галины Ивановны Талалаева отметила открытием выставки своих картин. Сегодня, наверное, то, что есть у нас, это все-таки мы живем по основам того, что было заложено. А основополагатель заложен все-таки вы. Поэтому поздравляю вас. Первое стихотворение Галина Ивановна написала в шестом классе. Вдохновил юную поэтессу первый полет в космос. Не видел никогда ни космоса, ни каких-то этих ракет. Но нам так хотелось в этом участвовать. И главное, вот такое было серьезное стихотворение. Никакие там бантики, карантики. Потом все пошло и пошло, поехало. И в классе девятом я начала публиковаться. Виновница торжества рассказала, что осенью готовится к выпуску третьего сборника стихов. А также продолжает совершенствоваться в искусстве живописи. Мои товарищи, которые меня знают со всеми моими плюсами и минусами, мне сказали, зря боишься. Делай этот сборник. Вот он у меня и получился. Мой зимний сад. Поздравить юбилеаршу пришли ее ученики, для которых Галина Ивановна в течение долгих лет была бессменным шеф-редактором на Люберецком радио. С годами выясняется, что-то счастье большое было, потому что опыт, который мы там получили под вашим руководством, он ни с чем не сравним, уникален. Все благодаря вам, Галина Ивановна. Новый сборник стихов Галины Ивановны уже отправлен в типографию. Называется он «Благовремение». Презентация новой книги поэтессы планируется осенью в Люберецком центре духовного единения «Родник». И сегодня мы заслали в мой день рождения вот этот сборник «Благовремение». Когда он выйдет, я думаю, что я поделюсь в первую очередь с родником. Покажу его, предъявлю. А вы обязательно придете к нам на родник? Да, я думаю. У Галины Ивановны нет свободного времени. Каждая секунда жизни – это момент, который необходимо оставить на живописных полотнах и в стихотворениях. Екатерина Скрижалина, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Такое мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапчева, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин